Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада возможности представить вам замечательного македонского писателя Венка Андонсского. Уже вчера мы имели возможность попеседовать с Венка, но в основном речь шла о проекте «100 славянских романов», в рамках которого вышел замечательный роман Венка Андонсского «Азбука для непослушно». И сегодня у нас есть возможность уже поговорить с Венка и о других его произведениях, спросить его о том, что он вообще думает о литературе, о костях ее развития и так далее. Все, о чем нам захочется с ним поговорить, и мы можем спросить его об этом. Могу вам сказать, что Венка Андонсский – это, пожалуй, самый читаемый и любимый в Македонии автор. Автор, который широко известен на Балканах. Но могу сказать, что прежде всего, я полагаю, что Венка известен благодаря своим романам. И могу вам сказать, что выход в свет его романа «Папа под нас в свет, пух земли» произвел буквально фурор в балканских странах. Этот роман получил много различных наград. В частности, он стал романом года, 2000 года. Он получил престижную премию «Балканика». И в 2011 году этот роман вышел в переводе на русский. Его достаточно большим тиражом издало замечательное издательство «Азбука». И этот роман начал свой уже путь, свою жизнь на русском языке. Могу сказать, что русскоязычным читателям этот роман тоже очень понравился. И даже более того, книга была, так сказать, по достоинству оценена. И за именно этот роман Венкандоновский получил премию «Югра». Он приезжал в Кантамансийск, общался с читателями. И это было очень хорошо. Да, и как раз вот сейчас я хочу сказать, что Венкандоновский сегодня вечером уезжает в Ясную Поляну. И уезжает потому, что благодаря, опять же, роману «Пуп земли» он вошел в коробкий список лауреатов, претендентов на премию «Ясную Поляну». Мы, конечно, будем болеть за Венка и желаем ему дальнейших успехов. Но сам тот факт, что Венку пригласили на этот престижный литературный форум в Ясной Поляне, говорит, конечно, сам за себя. Какие еще романы написал Венка Антоновский? Предыстория «Пупа земли» это роман «Азбука для непослушных». Роман был написан в 1994 году и два года назад вышел замечательный серий 100 славянских романов «Азбука для непослушных». Мне видится, что этот роман тоже очень понравился российским читателям, потому что мы устраивали читки в Центре славянских культур, чтение отрывков из этого романа и публика была просто в восторге. Мы читали и читали, и наслаждались текстом. Другие романы Венка это роман «Верстица» и «Дочь математика». Я в связи с этим хочу спросить. В большей или меньшей степени романы основываются на историческом материале. Конечно, мы понимаем, что история интересует актора с точки зрения сегодняшнего дня. То есть связь истории и настоящего, она, так сказать, буквально бросается в глаза. Хочу сказать, что, конечно же, история, это история, пропущенная уже сквозь, так сказать, творческий потенциал, сквозь мировоззрение Венка-Андоновского. Это, так сказать, уже история по-ангулевскому. Но нам, например, как в случае с созданием славянской азбуки, не так важно, на самом деле, какая азбука была создана, кириллица ли, латиница, насколько, так сказать, реальны те действия, которые описаны в романе. Но нам важна, значит, сама мысль автора, то, что автор хочет нам сказать. В связи с этим я хочу спросить у автора, почему все-таки романы ваши основываются, как правило, на каких-то исторических событиях? Почему история? Добрый день, добрый день, и на сети благодарю, что вы доктор на вас Энвард. Ну, прежде всего, всем добрый день. Большое спасибо, что вы пришли на эту встречу. Я смогу докажем, как описать обоцепление, что я приокупировала генерална тема, то есть временно, именно, что вы вехали в историю. Ну, я могу сказать, что у меня всегда, как писателя, занимала и волновала тема времени, а время это история. Конкретно за азбука, за непослушайте, за овою роман, я снимаю прилика по энциклопедисту подразделен, как его поддал азбуок на всякое букво от кироличного азбука. Что касается вот этого романа, в рамках проекта 100 славянских романов, азбуки для непослушцев, то могу сказать, что прежде чем ее создать, я изучила энциклопедически, как происходило развитие каждой кироличной буквы. Азбукин, знают, но не можно повторить, доказано наше азбуки, хиро, азбуки, азбуки, азбуки. Думаю, что некоторые знают, но тем не менее, наверное, может быть, нужно было бы и повторить, что за буквами кироличскими нечто кроется, например, за буквой а кроется буква Али. И меня просто, так сказать, ошарашило, произвело на меня огромное впечатление, что за каждой буквой, которую мы сейчас пишем, так сказать, быстро, вообще, не думая ни о чем, стоит большая и долгая история. И сега, что вы сегодня прозвольте напишите А, вы фактически пишете тысячи годы историю на дару. И когда сейчас вы напишите, например, букву А, вы охватите тем самым огромный, огромный период истории. То есть в одну секунду месяц тысячи лет истории. Оттук потекнула моята фасцинация от звуките и письма. И именно отсюда происходит вот эта моя любовь, удивление письмом, удивление истории создания букв. Я не познавам другого так познав Божье чудо в кое по одну секунду случилось миллион истории. Я просто даже не могу назвать какое-то другое чудо, света, которое бы вмещало в одну секунду буквально миллионы лет. И зато я решил да пробав да напишем один роман во кое-что за всякую буква без буквата я напишу по една глава верувайте дека по самите буквы се крилят тайны приказны истории кои можете да расскажем. И поэтому у меня появилась идея написать роман представить все керемические буквы и каждой букве посвятить одну главу. То есть одна глава кроет себе пласт истории. И успея се покажа да направам целина в коя секоя буква расскажува приказа за своето отекло ама и приказа за потекло на човешство и любовь. И я сумел а это уже показало так сказать дальнейшее развитие дальнейшая судьба книги успел написать рассказ одна глава одна буква рассказ о каждой букве в отдельности но также так сказать общую историю человечества благодаря объединению всех букв в одном романе И сакам сам можете да кажем дека ако некоя чита ова книга треба да знае дека кај мере историята е поднаводниц псевдо истории и каждый кто прочитает эту книгу или уже читал конечно же поймет или понял что в данном контексте случае фигурирует псевдо история история в кавычках ну потому я и сказала история по антоновски и кај мере та история она што рулика историј мальска метафикција и фикција за историја и поэтому в мојм случај это метафикција или фикција об истории а многу често мне и всевосно измыслан история а я се трудам тоа да не се забелам очень часто это абсолютно совсем вымышленная история придуманная многу но конечно же я стараюсь чтобы это никоим образом не было заметно ну я что хочу еще сказать конечно же романы Венка антоновского это буквально блестящее продолжение классических пост матернистских традиций мы видим игру литературную игру это конечно же уже было на литературном небосклоне но все кто читал роман ну в данном случае я в основном имею ввиду роман путь земли потому что до недавнего времени другие романы и не были переведены отмечают что это блестящая литературная игра и даже о романе было написано что в современном мире очень мало таких достойных произведений и роман если не луна на литературном небосклоне то это точно абсолютно яркая большая заметная комета очень много писали об этом романе у меня даже есть распечатанные отклики то что говорилось в тот момент когда книжка только вышла она вызвала большой большой интерес литературных критиков читателей могу сказать что однажды я ехала с мужем в машине и мы поймали радио эхо Москвы как раз речь шла о новой книжке о вашем нашем в данном случае романе конечно меня это очень обрадовало такая хорошая рекламная кампания и когда я например в Македонии об этом говорила то македонцы ну как бы понятно все таки там наверное у тебя какие-то связи и так далее я объясняла что я не могла попросить например эхо Москвы говорить об этой книге у меня нет возможностей нет так сказать денег чтобы устроить широкую какую-то презентацию этой книги так что книга вызвала интерес вызвала именно благодаря сама себе и кстати на днях я посмотрела интернет как ни странно но обсуждение романа продолжается активно значит продолжается до настоящего времени но с другой стороны наверное по этой причине Венка Головского и пригласили приехать в Ясную Поляну что сегодня завтра он так сказать и сделает язык романов Венка совершенно замечательный и мы можем порой говорить что это настоящее поэтическое проза поэтическое и я хочу спросить Венка насколько я знаю вы начали как поэт именно как поэт и ну мне во всяком случае известен только один сборник ваших стихотворений хотя и в романе «Пут земли» о котором я в основном говорю в конце книги есть также стихи но это уже не совсем так сказать ваши стихи это стихи написаны с определенной так сказать целью потому что и сам так сказать роман это такая так сказать фикция это очень интересный постмодернистский ход и не роман вовсе Венка Андоновского роман так сказать другого человека роман Циркача или первая часть это записи сказителей Лариона это тоже очень конечно же интересный ход само построение книжки очень интересно это я к тому что кто не читал познакомьтесь действительно очень достойное произведение но вернемся к поэзии Венка отношений к поэзии и в планах ли у вас писать стихи или сейчас не время Доброе Мы наши поэзии прошли у вас и люди ясно и повозом все припомнашения за поэзию и наизуне много вопросов Ну могу сказать что были подняты мною много вопросов но я начну с того что расскажу о роли поэзии в прозе Моя лично описание дека пред что и да почне написано писател стихи проза или драма можно да биде поэзии 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 праматерия всей литературы именно благодаря своей метафоричности драма роман а приказан это не метафорична то за меня не роман это касается конечно же и романа если вы рассказываете какую-то историю но не используете метафору как средство художественной выразительности то для меня без метафоричности это вообще не роман не литературное произведение действие на моих романах почти всегда происходит в далеком прошлом например в азбуке для непослушных это 9 век пуп земли это тоже 9 век древность например роман вешаться это 16 век но это история далекая но те приказницы метафоры за демокс тем не менее все эти истории это метафоры касающиеся сегодняшнего дня так на этой метафоре члены поэт иначе ты становишь ангажиров на древность таким образом благодаря именно вот этому поэтическому приему этой метафоричности они становятся так сказать фактом современности само кратко по папу код на свето има две приказни что касается например романа «Пут земли» в книге есть две части одна часть рассказывает нам о событиях далекого прошлого это девятый век можете себе представить потом события которые происходят уже в наше время то есть через тысячу лет это уже время падения Берлинской стены и внимавайте сега во приказата в девяти век Константин Кирилл философ се обидува да реши хиероглиф таин запис на Соломонова чаш действие происходят в первой части в девятом веке тогда так сказать основная тема рассказа это попытка разгадать тайную запись на чаше Соломона Кундере пытаются разрешить шифр девиз партия партия народной культуры идеологическим идеологическим вопросом во первой приказа во девяти век то и много брзо на завися на другите церковные опции кои не можат шифр и первой части романа благодаря своим стараниям разрешить вопрос то есть расшифровать тайную запись герой навлекает на себя зависть других и уже в наше время в 20 веке человек который доходит до истины то есть он осознает что партийные лозунги это реально так сказать ну не то чем должны быть по-настоящему увлечены люди то есть это так сказать ложь фикция он навлекает на себя уже гнев своих со-партийцев товарищей по партии така и константиль философ или философ и ретиве один младич ян будь подвая сэкстерминирован и сврляли от землицами и получается что и константин философ кирилл в то время а и ян людвик живущий уже в 20 веке в наше время они так сказать изгоняются из своего так сказать сообщества за что заказнити заказнитися за то что заказна знам а метафора это ведь знание то есть опыт сноу успоко почему так сказать они изгоняются из общества почему они вызывают залии ненависть и так далее только лишь потому что они хотят знать знать правду и поэтому мы можем так сказать говорить о том и в этом состоит именно метафизика в чем так сказать сила знания сила знания она огромна огромна и в наше время да у нас нету заплатя да но за знание нужно платить за стремление знать нужно платить и за этим следует часто наказание а дуре во второе дело малку и право кумор я внутрь запознал и это девочка така что кога ке запозна и жената и та уноси несреди как узнает жената как узнает и во второй части так сказать эта тема развивается еще несколько с другого угла то есть Яна Литвек герой хочет познать он любит девушку хочет с ней понятно ближе познакомиться хочет ее любви и даже вот это его так сказать желание приносит ему неудачу приносит ему несчастье поэтической прозы кою я говорю и значит вернемся вот что касается этой поэтической прозы про которую я упомянула помните Романде поэтической саму та метафора как приказано то есть второй план поэтическим является второй план метафизический второй план рассказа может быть поэтическая иначе одица конечно возможно что временами и сами предложения сам текст звучит достаточно поэтично зато что я сакам веру однако секою проза ист треба да си играть со здоровьем исту как и поэт потому что я считаю что и прозаик должен также играть словами играть текстом как и поэм а все другое что ты говоришь постмодермистичка техника все другое то что я назвала постмодермистской техникой в сушно тестиране и проверка на границ для нашего романа в сущности это проверка это тест проверка самого жанра определения границ жанра романа постмодермистского романа есть только одна задача узнать что есть на самом деле роман реалистичный роман знаешь что реалистичный роман толстой знаешь что реализуем и расскажут ваши исторические приказы Реалистический роман знает о том, что это такое. Например, Толстой знал свою задачу как романиста, то есть он реально описывал историю. Значит, реалисты, зная, что это роман, модернисты, зная, что это роман, которые, например, интересовались подсвязаны и ясно. Ну, как реалисты знают, что такое роман, так и постмодернисты уже знают, что такое роман, но, как, например, в случае с Каню, он пытался проникнуть глубже, дальше и интересовался подсознанием. Эх, постмодернисты не знают, что это роман. Постмодернисты так до конца и не знают, что такое роман. И всякий постмодернист дала своя дефиниция на роман, но те, кто считается согласны, что роман – нечто, что треба да се спротивстави на все предходные дефиниции. И поэтому каждый постмодернист, романист, он ищет ответ свой на этот вопрос, что такое роман. И, например, в романе «Азбука для непослуштов» меня интересовал такой вопрос. А можно ли соединить библейское письмо и апокриф? Для меня существует два пражанра литературы. Одна – это канонская книга, а другая – это апокриф. Канонская, каноническая книга и, с другой стороны, это апокриф. Апокриф – это ошибочная книга. И така вот та канонская света книга, вот та вертикала, где имате трагедия, модернизм, поэзия, а в ова, а другата, имате комедия, то порнография. Все, что и грешно. И таким образом, вот в той вертикали экономической книги мы можем говорить о трагедии, о разных таких поэзиях, романах, жанрах вот такого плана. А что касается другой, так сказать, стороны, где апокрифическая литература, это, возможно, будет комедия, все вплоть даже до порнографии. Зато роману почнула како света книга и хармония на окносе. Роман, этот азбука, начинается как святое письмо, то есть как библейское письмо. Начало – это абсолютная гармония. Но до аняовый лик убавит, что все себя носит непослушность. Но уже в самом начале появляется лик, лик прекрасного. Мы предполагаем, что, наверное, это Христос, который уже сам своим появлением приносит беспокойство, то есть приносит непослушность. Вот с этой минуты начинается уже апокреп в романе. И, в конце концов, как уже к концу книги, мы понимаем, что апокреп может дать себе какие-то более высокие даже моральные ценности, чем библейские. Такие, так сказать, традиционные истины. Я от себя добавлю, да, мы понимаем из книги, что непослушание – это то, что может быть угодно Богу. И как раз в предисловии к роману мы писали, что книга необыкновенно актуальна и остра. Именно потому, что иногда просто дело доходит до ереси, я бы сказала. И вот это очень интересно современному читателю решить, что, так сказать, традиционно, а что именно апокрифично в этой книге. И я не буду, так сказать, уже дальше развивать эту тему, хочу только сказать. Значит, идея основная какая? И послушание – это вещь такая, которая дает возможность все-таки оценить, что хорошо, а что плохо. Потому, что если люди всегда будут послушные, то они не смогут отличить добро от зла. То есть они будут послушные как в хорошем, что абсолютно правильно и нормально, но они будут послушные и в плохом. Така што, ако се сомневате, а ой роман за сомножение и скепцията, ако се сомневате во Бога, врзок и видите, дека грешен. Ама ако се сомневате во дьявол, то верш, предупирете в бенефит и сватите, что е зло. И могу вам сказать, что если вы сомневаетесь, а роман «Азбука для непослушных» – это роман, где очень много сомнений, то вы, так сказать, будете колебаться в том смысле, как вы должны относиться к Богу. Но в данном случае также вы задумаетесь и о дьяволе, и это будет, так сказать, еще плюс к тому, что вам даст роман в решении каких-то моральных и этических вопросов. И мы можем заключить, что апокрив, ересь, апокрив – это не такое уж плохое дело, потому что заставляет нас засомневаться, то есть задуматься. Поэтому, с моей точки зрения, постмодернистский роман не может обойтись без апокрива. Ну, наверное, это. Я понимаю, что наше время, наверное, подходит к концу, но не могу все-таки не сказать, что ветхогоновский – это известный драматург. Им написано 9 пьес. Одна пьеса опубликована в переводе на русский, славянский корчев. Уже почти готова. Это пока, наверное, секрет, но уже готов перевод еще одной пьесы. Это «Свинец на подушке». То есть реально речь идет о той свинцовой печати, которая наносится на наволочку. Но называется роман именно как «Свинец на подушке». Это последняя пьеса. Я бы хотела спросить у Ренко. Ренко, если бы была поставлена пьеса ваша в России, какую бы вы рекомендовали по-вашему для постановки? Я бы хотела, наверное, чтобы прежде всего была поставлена пьеса славянский корчев. Это пьеса о глобализации, а, так сказать, написана еще 15 лет назад. То есть это пьеса о попытках западного мира покорить славянский мир. И большой успех имели постановки режиссера Дейма Дуковского. В частности, постановка пьесы «Пороховая бочка». Но это как раз был период глобализации, а моя пьеса – это скорее все-таки антиглобализация. И в то время для Дейма Дуковского Балканы были «Пороховой бочкой», а для меня они были «Пупом над миром». Даже не миром, а над миром. Это две философии противостоящие бульностью одна другой. И покрытал рама славянский корчев и закладывал видов и Олова Раберлица, коя говори за ова времена «Тайфуни» на «Вивната с удовольствием». И другая пьеса, которую бы я хотела увидеть на русской сцене, это «Олова свинец на подушке». В ней речь идет о тайфунах, уже случающихся в наше время. Да, речь идет о людях, которые получили богатство очень быстро. То есть раманса «Покаяние» – это рейден человек, который написали «Унову парень корей». Это реально пьеса «Упокаяние» одного человека, который сумел получить много денег нечестным путем. Мне кажется, что эта тема была бы очень близка российскому зрителю. Ну, я так понимаю, да, что мы уже должны закончить. Хотя, конечно, у меня в плане еще много вопросов. Венка – край, время, да. Ну, я могу сказать, что Венка Ардоновский был гостем ярмарки два года назад. Он гость сегодня. И, Венку, дай Бог, традиция продолжится. И на следующий год, через год, вы опять к нам приедете, и я тогда достану свои вопросы, и мы продолжим разговор. Успехов вам! Успехов! 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 Успехов!